Спасибо большое за донат Вова Вист, написанное в донате Смерть на запись. Действительно Смерть. Смерть какая-то, насколько я помню, очень значимая группа, потому что они родоначальники какого-то металла. Возможно? Возможно. Ну, я предполагаю, раз у них название Dead, то... Но нет, это было бы слишком очевидно, по-моему. Ну, типа, либо Dead, либо не Dead. Наибольшее влияние на развитие жанра Dead Metal. Всё-таки всё очевидно, всё прекрасно. Короче. Прям настолько Dead Metal, что даже Dead просто называется. Вот, мне кажется, это чем-то похоже на трэш метал, во-первых. Но при этом... Ну, как будто Dead, типа, металл... Так примерно и сделали. То есть, типа, блэкушная, там, стилистика звука, допустим, понравилась чувакам. Но при этом... Ну, по сути... Больше трэш металл. Просто это как бы трэш металл в блокметалльном звуке, я не знаю. Вот именно ранний вот этот, допустим. Вот этот трек так звучит. Плюс, меня приказывают, что есть хорус вот этот, типа, с дисторшеном. Типа, какие-то нотки такие картошечные повешенные. Не самая популярная группа, я даже похожие ходы слышал. И стиль звучания. Ну, соответственно, это где-то... Да, 95-е написано. Ну, блин, в 90-х, вот первая половина 90-х, тогда, видимо, и Dead Metal, вообще, и все, что угодно вот так звучало. Как в 80-х все звучало, 80-е, это 80-е, да? Глэм металл там или синти-поп. Плюс-минус одна залубка, вот. Для меня занятно вот это. Как такой трэш металл со звучанием, которое... Вообще можно к гранжухе отнести еще. Но при этом вроде как и блокметалль. Грубо говоря, позлее немного. Вот сейчас это слово. И все, прям металлика будет, типа... По сути, просто... Вот металлика, экстремальный вокал добавлен, и... Сбивки сатанинские, адские, на барабанах. Дэд вышел из трэш-метала. Не-не-не-не-не. И это я все только недавно проверял. Ну, то есть, потому что вчера как раз тоже чел что-то написал, типа, что... Блядь, я не знаю, мне кажется, он зарофлил. Он какую-то прям суперлютую залупу написал. Смотри, был хардкор-панк. Из хардкор-панка появляется трэш-метал. И это просто, по сути, хардкор-панк, который чуть более метально сделали. Плюс еще отдельная история. Кто-то начинает искать между ними еще середину. Это уже там кроссовер-трэш. Потом, значит, трэш-метал. Ну, типа, вот как раз по этому треку ты даже можешь понять, что и Блэк, и... Ну, типа, Дэд точно. Дэд-метал точно происходит от трэш-метала. Но и Дэд, по-моему, от Блэка. Потому что Блэк... Не Блэк от Дэд-метала, а Дэд от Блэка происходит. Блэк появился раньше. Ну, и тоже. То есть Блэк-метал, типа... Пиздец, странно, пиздец. Типа, они друг на друга как-то, что ли, влияли или что? Ну, это как будто... Вообще Блэк и Дэд, типа, их как будто надо воспринимать как... Я не знаю. Белоруссия, Украина, типа... Одна вера, один народ. Алкоколик, каннибал. Спасибо большое за нас. Ну, то есть, типа... Что-то очень близкое, но как будто... Ну, типа, просто по-разному называется, потому что вот есть различия, типа, ну... Существенные, но их количество небольшое. Этих различий. Вот как-то так. Ну, то есть, они при этом, конечно, существенные. То есть, Блэк и Дэд, это, ну, совсем не одно и то же. Но, типа... Ну, очень до хера близкого чего. И пересечений. Короче, так или иначе, это утяжелённый панк. На самом-то деле, всё. Вот Блэк точно. То есть, Блэкари, типа, там, какие-то из чуть ли не самых классических, тоже там, ну, или ранних всё равно относительно, ну, говорили, что там, вдохновлялись группой Кис. Типа, оттуда мог там Корпс Пейнтовичи, типа, появиться. Как более распространённая история. По Блэку слышно иногда, что он, вот, он, типа, напоминает панкуху некоторыми составляющими. Это 100%. Ну, Дэд, типа, как будто скорее... Ну, типа, просто более экстремальные элементы, да, стали появляться. То есть, вот, хардкор панк, они же там тоже пытались как можно злее, типа, вокал какой-то изобразить. И вот кто-то придумал более злое, там, звучание гитары вот таким образом. Типа, что уже металл, чем это всё становится. И, соответственно, более, там, злой вокал. И вот оно постепенно всё злее, 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 злее становилось. А потом в итоге уже, как бы, максимальное днище вот было пробито. Сорвано днище. Брейкдаун называется. Сломать низ. Вот. И тогда уже, как бы, оно стало ещё более жирно всё звучать, ещё более, там, злобно, но уже, как бы, с полными штанами дерьма. Соответственно, вот, как бы, как там это было, блин? Когда молекула металла вступает в химическую связь с дерьмом, продуктом распада является дэдкор! Вот. Ну, на самом деле, я гоню, типа, есть пиздатый кококор, но, ну, типа, ну, в среднем он хуёвый. То есть он вроде должен, он по звучанию, как бы, по, там, не знаю, качеству или ещё чему-то, он вроде как злее, злобнее, более, там, утробно какой-то, блин, вот, жесть звуки, но, ну, типа, вместе с этим всё время, типа, какой мы трек сегодня слушали? Просто даже вот сама тематика трека. То есть там дэдметал про, ну, какой-нибудь, допустим, натуралистичное описание зверств, скажем, убийств, там, ещё чего-то. Прям название. Труб каннибала, да, типа, вот, ну, вот это всё, дэдметал, всё прям понятно. Смерть от Напалма, типа, то есть, прям, чуваки, вот, как будто что-то максимально тупое и злое, вот, если вот ты можешь сказать, вот это будет идеальная, вот, прям, блэк метал или там дэдметал даже скорее тема. То есть у блэк метал там чуть по-другому. Там какое-нибудь имя, имя какого-нибудь беса должно быть. Бельфигор, Бафомет, типа, вот это вот такие вот чуваки. А у этих будет, типа, смерть от сатанинского ритуала. То есть вот такая хуйня должна быть. В этом разница между блэком и дэтом. В принципе, вот я её и сформулировал. К чему я это всё? Я забыл. Блядь, я забыл, к чему. Это была подводка. Под пиво. Забыл, к чему это всё. Скорость, сложность исполнения трэш-метала, но это я поражал немножко, конечно. Дэтметал выделился в отдельный поджанр этого направления, прото-дэт. То есть дэтметал это вообще, по сути, форма трэш-метала. Ну, блэк-метал, типа, ну да, там ещё что-то есть, что прото-брэк, то есть там что-то вот, прото вот эта вот хрень, она вся была всё равно там, ну, не поймёшь чё. Просто одни чуваки вот так обыграли трэш-метал или хардкор-панк, а другие вот так. Ну, примерно чуть-чуть часть идей похожа. Просто, ну, кому чё, кому ничё. Ну, это плюс дальше развиваться уже стали по-разному, в жанре чему. Так вот, а, потому что, типа, Кока-Корыч бывает, ну, хороший, но, да, вот, что темы вот такие, типа, названия у групп. Какие-то. И вот мы слушаем, вот сегодня какой-то трек, то есть всё супер жирно, там, злобно, всякие брейки, сап-дропы, то есть, бля-бля-бля-бля, там, вот, клип какой-то там про, ну, типа, показан свинарник, короче, как в нём, типа, свиняк убивают. И вся песня, по сути, вот она о том, какие чудовищные страдания испытывают несчастные животные из-за того, что ты их ешь. Типа, бля, просто соевая тема даже сама. И вот от этого, бля, даже если хорошо сделать, то, ну, вот это как бы, это всё, что надо знать о дедкоре, в принципе. То есть, что вот там вот от пидоросни гораздо сложнее спастись. Какой-то такой. Я не то, чтобы против, так сказать, геев, я против, блядь. Да не, опять же, я не против, просто для меня это противная какая-то стыдная хрень. Я за, чтобы это всё продолжалось, замечательная история, просто злой металлический трек про то, что поросята страдают на ферме, типа. Это смешно, просто именно на контрасте, блядь, трубка не балла. Как будто, ну, серьёзно, как будто что-то детское. Вот и всё.